На канале РТВ и новости продолжаем выпуск. Со скандалом покинул правительство Израиля теперь уже бывший глава МИД Авикдор Либерман. Лидер партии «Наш Дом Израиль», выступая сегодня в Кнессете, назвал своего бывшего соратника, премьер-министра Нетаньягу, лжецом, обвинив его в обмане русскоязычных избирателей. Поэтому это просто обман, это чистый обман избирателя. И мы заставим Нетаньягу, несмотря на попытки обмануть, включить все эти пункты, которые были обещаны в основные базовые принципы будущего правительства. Мы посылаем сейчас всем тем, кто выступал, и Элькину, и Эдельштейну, и Нетаньягу, тексты их выступлений, все, что они говорили, все, что они обещали. Мы публикуем их телефоны, факсы, имейлы, попросим людей им звонить и требовать, чтобы все эти обещания были исполнены и чтобы все было включено в базовые принципы. Напомним, что в новую коалицию Бениамина Нетаньягу, помимо Ликуда, вошли ультраправая партия «Еврейский дом», а также Кулану, Кшас и Ядут Атара. Кто займет пост главы израильской дипломатии, второй по значимости в правительстве, на данный момент неизвестно. Лидером первого тура президентских выборов в Польше стал кандидат от оппозиции консерватор Анжей Дуда, набравший 34,8% голосов. Нынешний президент Бронислав Комаровский занял второе место, получив чуть более 32%. Поскольку ни один из претендентов на президентское кресло не преодолел 50% порог, точно ожидает второй тур выборов 24 мая. По мнению экспертов, исход всеобщего голосования – это не столько победа оппозиционера Дуды, сколько поражение главы государства Комаровского. В результат же обладателя третьего места, независимого кандидата Павла Кукиза, 20% голосов избирателей свидетельствуют о растущем недовольстве в обществе. Жесткая антироссийская оппозиция Варшавы, вопреки ожиданиям, не стала главным критерием нахождения у власти. Граждан Польши, по-видимому, куда больше волнует способность главы государства отставить интересы собственного народа внутри страны. Слухи о предстоящей встрече госсекретаря США с президентом России в Сочи преувеличены. Именно такую оценку неожиданным сообщением СМИ дал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее поступила информация о том, что глава государства встретится с руководителем американской дипломатии в Сочи завтра. По словам Пескова, решение о встрече еще не принято, тем не менее, ее уже анонсировала пресс-служба Госдепа. Информация о предстоящих переговорах появилась на сайте внешнеполитического ведомства США. Там сказано, что Керри отправляется в Россию сегодня, а во вторник, 12 мая, встретится с президентом Путиным, главой МИД Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. Главные темы обсуждения – это Иран, Сирия и Украина. А я добавлю, что из своего последнего зарубежного турне Джон Керри вернулся только два дня назад. 8 мая глава Американского внешнеполитического ведомства провел в Париже, где вместе с президентом Франции Франсуа Ландом принял участие в праздновании Дня Победы. Визит в Сочи станет первой поездкой госсекретаря США в Россию со времен событий в Крыму и кризиса на востоке Украины. Ну а в Киеве готовятся к новым сражениям на востоке страны. Об этом объявил президент Украины после инспекции крупнейшего государственного военно-промышленного предприятия «Укроборонпром». Визит Петра Порошенко на этот объект совпал с заявлением главы блока НАТО о том, что Россия накапливает у восточных границ с Украиной военную технику и подразделения бойцов, снабжая при этом всем необходимым для ведения боевых действий пророссийских сепаратистов. Напомним, в Кремле продолжают утверждать, что российских военных на востоке Украины нет. По сообщениям нашей разведки, если сейчас готовится наступление врага, то ключевая опасность на данный момент – это движение танковых колонн агрессора. Сегодня нам здесь продемонстрировали, что украинские вооруженные силы будут иметь возможность их должным образом встретить. Мы будем ставить вопрос об ответственности боевиков за грубое нарушение минских договоренностей, когда в буферную зону были завезены грады, самоходные артиллерийские установки, в том числе крупнокалиберные, 152-мм, крупнокалиберные минометы, системы артиллерии. И не просто завезены, а грубо продемонстрированы во время так называемого парада. Мы подчеркиваем, эта техника в нарушение минских договоренностей отведена не была. Североатлантический альянс расширяет свои возможности из-за новых восточноевропейских реалий. Учения военно-морских сил с участием кораблей девяти стран альянса «Балтийская крепость-2015» начались у берегов Литвы. Сегодня же сухопутные маневры стартовали в Грузии. Военные учения подобного масштаба проводятся впервые за всю историю партнерства Вашингтона и бывшей Советской Республики. С полигона в Азиане репортаж Марты Ардашелия. Грузинские и американские военнослужащие, всего около 600 человек, проведут в тесном контакте 14 дней на суше и в воздухе. Грузинская армия должна максимально соответствовать стандартам заокеанских партнеров. Таким образом, бывшую Советскую Республику Вашингтон готовит для подключения к силам быстрого реагирования НАТО. Партнер высокого уровня «Нобл Партнер» – так называются учения, программу которых Пентагон разрабатывал почти два года. Впервые переброска военной техники с базы НАТО в Болгарии в Грузию осуществлена по морю Черному. Из Варны в Патийский порт перенаправили помимо специального снаряжения 14 боевых машин пехоты «Брэдли». На грузинской территории к маневрам уже были готовы БМП-2. «Название учений было выбрано не случайно. Достойный партнер». Это звание, которое грузинские вооруженные силы заслужили своей отвагой. Мы впервые использовали морское сообщение, чтобы перебросить военную технику в Грузию. Таким образом, мы открыли новые пути для сотрудничества с нашими партнерами и союзниками. Это способствует улучшению подготовки в случае непредвиденных и чрезвычайных ситуаций». Маневры батальонного уровня пройдут в три фазы. На первом этапе грузинские военные изучат теорию. В ходе второй запланирована огневая подготовка с использованием разного типа вооружений. На третьей – тактические учения. Ну а пока то, что разрешено демонстрировать широкой общественности. Для американских гостей подготовили перформанс. Так столетиями сражались грузины, во все времена окруженные врагами. За ходом «Нобл Партнер» следят члены правительства Грузии, в том числе и новый глава Минобороны. Первая женщина-министр Тинатин Хидашели делает первое заявление на полигоне в Азиане. И здесь без политики не обошлось. На фоне нерешенной проблемы с северным соседом Тину Хидашели многие в Тпилиси считают недостаточно убедительным руководителем силового ведомства. А потому эта речь должна была стать доказательством выдержки. Мы ни с кем воевать не собираемся, мы готовимся к миру. Именно поэтому грузинской армии необходимы сила и мощь. Эти учения принципиально важны для нашей страны по нескольким причинам. Во-первых, они еще раз подчеркивают, что у нас есть не просто партнер в лице США, но надежный друг, который готов помочь в укреплении государственности страны. Во-вторых, это исключительная возможность для наших военных ознакомиться с американской боевой техникой. Не менее важны эти учения с точки зрения долгосрочной перспективы грузино-американских отношений. Что касается России, то даже язык, на котором мы с вами сейчас говорим, может для них послужить предметом раздражения. Сегодня у нас хороший день. Давайте не будем портить его мыслями о посторонних вопросах. Маневры на базе в Азиане, где предположительно расположится тренировочный военный центр НАТО, продлятся до 22 мая. Уже известно, что до конца года пройдут еще одни крупные учения в рамках сотрудничества Грузии и Североатлантического альянса. Грузино-американские учения проходят регулярно с 2011 года. Но в этот раз все иначе. Стороны заявляют, что перешли на качественно новый уровень военного сотрудничества. Грузия 20% территории, которой оккупированы Россией, большое внимание уделяет повышению обороноспособности. По данным Национального демократического института, которые были опубликованы сегодня, большинство жителей Грузии считает, что реальная угроза исходит со стороны России. Марта Ардашелия, Тпилиси, Списали для Артевиай. Исторический рекорд продаж произведений искусства с аукционов может установить знаменитая картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины». Стартовая цена работы 140 миллионов долларов. Пикассо написал эту картину в возрасте 73 лет. Аукционный дом Кристис планирует продать полотно как минимум в два раза дороже его начальной стоимости. В таком случае будет побит рекорд, установленный после продажи триптиха Фрэнсиса Бэйкона. Его три студента Люсьена Фрейда, оцененные в 85 миллионов, ушли с молотка за 142 миллиона. Работа Пикассо может собрать около 300 миллионов долларов. И последнее на сегодня. Американское космическое агентство НАСА показало, как выглядит закат на Марсе. Четыре фотографии, из которых составлен небольшой видеоролик, сделаны марсоходом Curiosity на 956-й день его миссии. Закат на Красной планете оказался синим. При заходе и восходе Солнца на Марсе появляется голубое свечение. Интересно, что на нашей голубой планете небо на закате, наоборот, окрашивается в оранжевые или красные цвета Марса. У этого явления есть объяснение. Это связано с тем, что атмосфера Красной планеты гораздо менее плотная, чем на Земле, и она по-другому преломляет свет. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.